У наших соседей в Эстонии случился огромный политический скандал. Это будет расследовать парламент. Только что президент сделал специальное заявление. Обсуждается отставка премьер-министра. Почему? Оказывается, что муж премьер-министра Эстонии хорошо зарабатывает, но в России. Фирма мужа заработала в России за время военных действий полтора миллиона евро. Все бы ничего, санкции не нарушены. Но премьер-министра Эстонии Кайкалас громогласно призывала рвать все отношения с Россией, прекратить бизнес, наказать и так далее. Более того, она была практически реальным кандидатом в генеральные секретари НАТО. И тут как-то слова и дела в семье разошлись. Но она говорит якобы, что ничего не знала про бизнес. Мужа в отставку не собирается. А президент ее в этом не поддерживает. Потому что президент, кстати, на правительство Эстонии обижен. Президент Эстонии хотел слетать в Австралию. То есть, это такая стандартная достаточно форма политического туризма, визит. Но министерство финансовое правительство Эстонии ему сказало, что не надо ему летать в Австралию. Ну, соответственно, теперь он говорит, что нам такое двуличное правительство в Эстонии тоже не надо. То есть, там существует определенная динамика отношений между президентом и правительством. Как мы видим. Ну, посмотрим, что дальше, значит. Но, что интересно, что, с одной стороны, на словах призывая к огромным санкциям, на деле происходит миллионный бизнес с Россией. И я думаю, что Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, в этом далеко не одиноко. При Балтике, как мы видим, многие предприятия, где акционерами являются, кстати, правящие политики, тоже, среди прочих. Они продолжают это сотрудничество. Так что одно дело – разговоры в пользу бедных, а другое дело – экономический интерес, экономическая целесообразность. И тут, наверное, будут еще интересные моменты, и мы их, конечно, вам расскажем.